Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое мая. Житие преподобного отца нашего, Пафнутия Боровского. Преподобный Пафнутий был внуком татарина Баскака. Когда за грехи русского народа пришел на нашу землю по Божьей попущению татарский князь Батый со своим многочисленным войском, то опустошил ее мечом и огнем, пленивши города, разрушивши церкви Божьи с их святынями, и посекши как деревья или колоссия русских князей и начальников, он поставил в ней татарских властителей, называвшихся Баскаками. В переводе на русский язык это слово значит «давитель». Прямыми обязанностями Баскаков были перечисление народа и сбор податей. В действительности же эти татарские чиновники, стоявшие выше русских князей и полководцев, были полными хозяевами Руси. Будучи отправляемы с войском и множеством разных мелких татарских чиновников, они заведовали и внутренними делами покоренной Руси, следили за поведением князей, вникая в их взаимные отношения, разбирая их тяжбы и наблюдая главным образом за их отношениями к татарскому хану. Они появились на Руси вскоре после взятия Киева, бывшего в 1240 году. Таким Баскаком и был дед преподобного Пафнутия. Во время одного восстания русских против татар, дед Пафнутия принужден был креститься и был назван Маркином. У нового христового последователя, отличавшегося благочестием, родился сын Иоанн, который по достижении совершеннолетия женился на девице Фатинии. Иоанн и Фатиния жили в своем наследственном селе Кудинове, в верстах четырех от Боровска. От этой четыре благочестивой и нищелюбивой и родился около 1395 года преподобный Пафнутий, названный во святом крещении Парфением. Развиваясь и возрастая телесно, Парфейни вместе с тем совершенствовался и духовно. Преуспевая в изучении грамоты и особенно в чтении божественных книг, отрок поучался и добрым нравом, кротости, незлобию, целомудрию. Охотно подражая людям добродетельным, он стремился и избегал общения с пустыми людьми. Когда Парфейни исполнилось 20 лет от рода, он оставляет дом отца, сладкую любовь родителей, сродников и друзей. Отрекается от всего мирского и поступает в высокий Покровский монастырь близ города Боровска. От маркела, настоятеля этого монастыря, Парфейни принял пострижение с именем Пафнутия. И был отдан под руководство престарелого священно-инока Никиты, бывшего ученика преподобного Сергия. Семь лет преподобный Пафнутий был в послушании у благочестивого старца и научился от него иноческим добродетелям. Он приобрел общую любовь и почтение братья. Когда игумен Маркел скончался, преподобный Пафнутий был избран настоятелем высокой обители. После долгих настоятельных просьб братья и Боровского князя Симеона Владимировича, посвящение он принял от рук всероссийского митрополита Святого Фотия. Новый игумен присоединил к подвигам инока заботы доброго и искусного пастыря словесных овец Христовых и бдительного стража их. В своей жизни он являл образ своему стаду, уклоняясь всегда шуих левых дел. Весны же прилежа, он непрестанно работал Господу и днем, и ночью. День употреблял на исполнение монастырских работ, ночь проводил в молитве. Своего верного раба Господь украсил растудительностью, прозорливостью, дивными откровениями и иными дарами Святого Духа. Ведущий Бог дал преподобному Пафнутию способность узнавать по человеческому лицу и взору скрытые душевные страсти и немощи, а иное открывал Святому во сне. Вот рассказ, наглядно подтверждающий то и другое. Один брат, посланный по монастырским нуждам в село, впал там в плотской грех. В ночь его падения, святое по совершению обычного правила, склонился, чтобы уснуть немного, и увидел следующий сон. Преподобному снился чудный сад с прекрасными плодовыми деревьями. Радостным и изумленным взором смотрел он на них и особенно восхищался одним деревом, отличавшимся поразительной красотою. Вдруг на его глазах дерево это было вырвано и упало на землю. Преподобный, забыв о красоте остальных деревьев, очень опечалился внезапным падением прекрасного дерева. Подошел к нему, поднял и посадил на прежнем месте. Чтобы дерево не засохло, он обкладывал его навозом, утаптывал вокруг него землю. Долгих трудов стоило святому утвердить вырванное дерево. Проснувшись, он понял смысл видения и очень опечалился. Прекрасный сад означал его обитель. Преподобный, красивые плодовые деревья его братья, вырванное же и падавшее дерево ознаменовало падшего брата, требующего от отца настоятеля особенного труда для поставления и утверждения на своем месте. Когда согрешивший, окончив дело своего послушания, возвратился в обитель и предстал перед своим игуменом, то, раскаиваясь в грехе своем, смутился, и лицо его покрылось густою краской стыда. Преподобный спросил брата, не случилось ли с ним чего-либо прискорбного на пути. Падший, застудился еще более, не решился исповедать перед игуменом свой грех, даже не мог смотреть ему в глаза. Видя такое смущение ученика, святой рассказал ему свой сон, и как хороший духовный врач настаивал, чтобы он открыл ему внутреннюю язву души своей. После долгих убеждений игуменосогрешивший инок покаялся. Преподобный долгое время давал ему духовное врачество, приличествующее его душевной язвью, утешал его, склонного к отчаянию, надеждой на милосердие Божие, и в конце концов привел грешника к совершенному исправлению. Так заботился преподобный о своей братии, как искусный врач, врачевал их душевной немощи, как добрый пастор и сторгал из волчьей пасти овцу, и принимал на свои плечи, как сильный муж носил немощи немощных. 13 лет игуменствовал преподобный Пафнутий в высоком монастыре, потом он сильно и надолго заболел, и во время болезни принял схему. По выздоровлению он оставил игуменства и уединился вместе с одним братом на высокое, очень красивое место, поросшее густым лесом на берегах двух рек, в трех верстах от Боровска. Место это принадлежало не к Боровской, а к Суходольской области. Поселение преподобного Пафнутия на новом месте произошло около 1440 года. Сюда начали приходить к нему братья, ставить в себе его благословение к еле и жить под его спасительным руководством. Монастырь рос, и братья умножались. Иноки молили своего наставника о дозволении им построить церковь, и так как преподобный этого не запретил им, то они поставили деревянную церковь в честь Рождества Пресвятые Богородицы. Храм освящен был по велениям московского митрополита Святого Ионы. Нужно сказать, что святой, как смиренный схемонах, не литургисал в своей новой обители. И только один раз при своей кончине, в день Светлого Христового Воскресения, когда не нашли и за большие деньги священника, совершил литургию со многим вниманием и умилением. «Ныне едва душа моя осталась во мне», — говорил он по совершению ее своим ученикам. «Ненавидящий добро дьявол подстрекал некоторых людей делать неприятности преподобному и вредить его новоустроенной обители. Но преподобный побеждал благим злое и одолевал его все своим терпением». Обидчиком преподобного Пафнутия явился тогдашний боровской князь Василий Ярославич. В виде умоления и обеднения, покинутой святым высокой боровской обители, а также процветания и умножения новой находящейся в ней его княжества, князь Василий сильно гневался на святого и измышлял средство изгнать отсюда преподобного. Но так как он не мог этого сделать явно в чужом княжестве, то начал преследовать подвижника тайным образом. Он много раз подсылал своих буйных слуг, зажечь со всех сторон ненавистный ему обитель. Но всякий раз, увидавший трудящихся преподобного Пафнутия и его учеников, слуги возвращались ни с чем к своему князю. Среди слуг боровского князя был новокрещенный татарин по имени Ермолай. Когда князь Василий дал ему приказание поджечь обитель преподобного, этот варвар поспешил с радостью. Преподобный встретил татарина ласково, назвал его по имени и спросил, зачем он пришел. Такая приветливость святого мгновенно преобразила звероподобный нрав Ермолая. Он раскаялся в своем злом умысле и откровенно рассказал, зачем был послан. Потом, испросив прощения и благословения, ушел, не сделав ничего дурного обители преподобного. В это время по Божьему попущению неожиданно вторгся в России нечестивый царь Маматяк со множеством татар. Это Маматяк, сын царя Ордынского Магомета, царь Казанский, нашествие, о котором здесь речь, было в 1445 году. В таком порядке события рассказано в древнем житии преподобного Пафнутия. По прошествии, но происшествие это было раннее освящение храма около 1448 года и официального открытия обители. Великий князь Василий Васильевич и другие русские князья, не успевшие собрать достаточного войска, встретили безбожных татар у Суздаля. Произошло сражение, в котором татары победили русских и многих взяли в плен, в том числе и великого князя. Среди пленных был и Боровской князь Василий Ярославович, враждовавшись с преподобным. Находясь в плену, князь раскаялся в своей греховной злобе на преподобного Пафнутия и молился Богу о своем освобождении с плена по молитвам его. Между тем, незлопамятный подвижник тоже усердно молился об освобождении князя. Молитва угодника Божия была услышана. Князь Василий безвредно убежал из плена. По возвращению на родину он немедленно пришел в обитель своего молитвенника и получил от него прощение и благословение. С тех пор князь питал великую веру к преподобному Пафнутию. Преподобный был не только не злобив при оскорблениях, но и удивительно терпелив в нуждах, всегда непоколебимо веруя в Божию помощь. Раз приближался праздник Пасхи, а в обители совсем не было рыбы, братья и монастырские служители были тем очень опечалены и даже роптали на святого. — Не скорбите об этом, братья, и не гневите Бога, — говорил им преподобный. — Всемилостивый Владыка, создавший нас и просветивший весь мир своим восстанием от мертвых, утешит нас в своих рабов скорби нашей и подаст в изобилие благо боящимся его. Такая надежда на всеблагого и премудрого промыслителя не замедлила принести свой прекрасный плод. Вечером Великую Субботу, не задолго до светлой ночи, Панамарь пошел на малый источник подчеркнуть воды для литургии и увидал бесчисленное множество рыбы, называвшихся на тамошнем наречии сишки, по своей величине немного больше сельдей. В то время был разлив воды, и их собралось так много, как никогда прежде. Панамарь поспешил сказать о том святому. Преподобный прославил Бога и повелел рыболовам закинуть сети. И поймали такое множество этих рыб, что их достало целая обитель на всю светлую неделю, как на обеды, так и на ужины. Далеко разносилась слава о великих подвигах преподобного Пафнутия, и все более и более привлекало в его светлую обитель любителей иноческого благочестия. Между ними было немало людей высокодобродетельных. Таковы, например, преподобный Иосиф, постриженный руками святого выночества и бывший впоследствии основателем Волоколамской обители, старец Иннокентий, Исайя по прозванию Черный, родственник преподобного Васиан, писатель его жития, бывший потом ростовским архиепископом, и другие. Преподобный являлся живым образцом подвижника для братьев. Он был строгий постник, ничего не ел по понедельникам и пяткам, по средам разрешал себе только сухоедение, и весьма умеренно вкушал в остальные дни за общей трапезой. Его пищей, говорит ученик преподобного, было угождение братья. Тебе он выбирал все худшее из пищи и во всем касающемся удобств. Одежды, мантия, ряска, сшитая из овчины и обувь не годились ни одному нищему. Вся жизнь преподобного Пафнутия была непрерывным трудом в поте лица, подвигом, страданием и молитвою. Никто прежде его не являлся ни на общее молитвенное правило, ни на работы. Он выполнял с усердием самое тяжелое послушание, рубил и носил дрова, копал земли и поливал растения в саду. Зимой занимался чтением, плетением рыболовных сетей. Постоянный враг праздности, подвижник был от шрева матери, верным безупречным другом девства. Во имя целомудрия он не дозволял никому прикасаться к своему телу. А женщин не только не пускал в обитель, но не хотел их видеть и издалека. Женщинам и знатным он не разрешал даже приближаться к воротам обители своей. А братья спрога запрещал всякие разговоры о них. Преподобный отличался учительностью. Охотно беседовал он с иноками и смирянами. Речь его была всегда проста и приятна. Подвижник чушь был человекоугодия. Никогда он не льстил собеседнику, не стыдился лица князя или боярина, не смягчался приносами богатых, но всегда говорил правду по Божию закону, по его святым заповедям. Также говорил он и с проститами, называя их братьями, и никто после беседы его не ушел когда-либо скорбным. Для многих открывались здесь тайны сердечные, прежде недоступные. Некоторые беседы преподобного Пафнутия записаны старцем Досифеем Топорковым, племянником преподобного Иосифа Волоколамского. Приведем их содержание. Подвижник рассказывал братьям о Великом море 1327 года. Гнев Господень обратился тогда на русскую землю за грехи людские. И настала великая скорбь в городах и селах. Появлялась у человека язва, а через три дня наступала и смерть. Много людей умирало без помощи, некому стало помогать больным, и у каждого был свой мертвец, которого нужно было погребсти и оплакать. Страх и трепет напал на народ. Благочестивые, боящиеся Бога, обращались на покаяние, принимали пострижения и с миром отходили ко Господу. Но другие, бесчувственные, не страшаясь гнева Божия или желая забыться, в отчаянии предавали страшному пьянству и пили даже тогда, когда уже заболевали. Иные так и помирали среди пирующих друзей, а те пихали умершего, думая, что он упился. Много померло людей во время этого поветрия. Имущество умершего валялось, и никто не хотел его брать. Оставшиеся в живых брали только золото и серебро. Преподобный усердно поучал своих слушателей творить милостыню эту царицу добродетелей. Он указывал на примеры нещелебивых людей, удостоившихся награды за гробом. На московского великого князя Иоанна Даниловича Калиту, раздававшего нищим подаяние всем без отказа. Был великим князем с 1328 по 1340 год. На одного магометанина, которого Господь за многое милостини избавил от адских мук. «Одна милостиня может спасти человека, если живет он законно», — говорил преподобный. «Один милостивый человек скончался, а другому было откровение о его загробной судьбе. Приведен был умерший к реке Огненной, а на другой стороне реки Рай чудное место, светло-излачный, прекрасный сад, но не может никак перейти душа человека через страшную реку. И вот приходят множество нищих, получивших его милостиния. Они ложатся мостом через реку, и милостивый человек переходит по мосту в рай». К этому рассказу преподобный прибавляет, что души праведных переносятся в рай ангелами, но Господь открыл судьбу праведной души в таком виде для нашего вразумления. Когда братья обители умножились, святой при содействии их построил каменный храм. Во все время его строения он и сам трудился, как простой работник, нося на своих плечах камень, воду и все необходимое для постройки. Поставив церковь, преподобный украсил ее иконописью и пригласил для этого лучших живописцев, которые расписали ее чудно-вельми. Преподобный украсил храм иконами, книгами и всякой утварью церковную, так что удивились даже князья, привыкшие к церковному благолепию. Составляя и сам одушевленную церковь, преподобный Пафнути украшался от Бога чудесной благодатью, проявлявшейся в исцелениях, прозорливости, откровениях и иных дарах Святого Духа. Вот некоторые из чудес подвижника. Искусный художник иконописец Мирянин Дмитрий, приглашенный преподобным расписывать храм обители, по болезни ног не мог работать. Святой старец сказал ему, Дионисий, Бог да благословит тебя, начни доброе дело, Господь и причистая Матерь Божия подаст здравие ногам твоим. Иконописец, твердо поверив словам преподобного, с радостью принялся за дело и исцелел. Этому же Дионисий и прочим иконописцам Мирянам Святой Отец заповедал не вкушать в обители мясо, а есть его в ближайшем селении. Некоторое время они исполняли эту заповедь, потом позабыли и принесли в обитель к себе на ужин вареное бедро ягненка, начиненное яйцами. Дионисий, когда первым из них отведал его, то в начинке нашел множество червей и принужден был выбросить запрещенную пищу собакам. Вдруг он заболел свербежом. То же, что и часок, казут. В один час все тело Дионисия представляло как бы один сплошной струп, и он не мог двигаться. Тогда больной немедленно послал к преподобному, прося принять его раскаяние и дать прощение. Святой же заповедовал Дионисию не делать впредь ничего запрещенного, повел ее в церковь, куда собрана была вся братья. По совершении соборного молебствия преподобный осветил воду и повелел больному омывать ею все больное тело. Лишь только Дионисий это сделал, он ненадолго заснул, потом, пробудившись, почувствовал себя совершенно здоровым, как будто бы никогда и не хворал. Трупы его отпали, как чешуя, и он прославил Бога. Обитель преподобного Пафнути окружена была густым лесом, в котором обитало много птиц. В изобилии водились здесь черноферые вороны, бившие гнезда близ монастыря. Смотря на них, преподобный восхищался и дал заповедь не ловить и не губить их. Между тем, однажды сын городского воеводы проезжал мимо обители святого Пафнутия и, увидав стаю воронов, натянул лук и убил одного из них. Обрадовался юноша, но скоро почувствовал, что голова его, повернутая в сторону, осталась неподвижной в таком неестественном положении. Скорбь и ужас сменили в его сердце веселье и самодовольство. Вместе с тем, в душе юноши явилось в сознание действительной причины случившегося с ним бедствия, а вслед за этим и раскаяния. Охваченный им, сын воеводы быстро отправился к преподобному и, припав к его ногам, просил прощения и святых его молитв пред Господом о своем исцелении. Подвижник приказал ударить в билла и пошел в церковь. Удивленные несвоевременным звуком билла, иноки быстро собрались в церковь и спрашивали святого о причине необычайного звона. Преподобный с улыбкой сказал, «Отомстил Бог за кровь ворона». Совершивший затем молебное пение и осенив святым крестом страждущую юношу, страждущего, подвижник обратился к нему со словами, «Силой честного и животворящего креста обратись наперед!» и тот час голова его приняла естественное положение. Другой юноша напустил на ворона ястреба, но ястреб, убивший ворона, сам пал мертвым. Таким образом, охотник лишился своей забавы. Одной ночью пришли к обители преподобного воры и, захватив трех рабочих монастырских валов, пасшихся в окольном лесу, хотели везти их к себе домой. И вдруг они заблудились и ходили, подобно слепым, вокруг обители. С наступлением утра воры хотели убежать без валов, но невидимая сила Божия связала их, и они не могли отойти от похищенного скота, пока разыскивавшие его монастырские работники не нашли их и не привели затем к преподобному. Он же дав им наставление не присвоять чужого, повелел накормить воров и отпустил их с миром. Два инока сговорились выйти тайно из обители и уже собрали свои вещи. Но Бог открыл это преподобному во сне. После утреннего пения он склонился, чтобы немного почить, и увидел следующий сон. Черный эфиоплянин взял из его келей на печи горящие головни и металл их на келе этих учеников. Святой же Грозен запрещал ему это, говоря, что таким образом он зажжет обитель. Но эфиоплянин ответил ему, что для того-то и бросает он головни. Проснувшись, преподобный понял значение сна, и тотчас же послал за этими иноками. Когда подвижник рассказал им виденный сон, устрашенный и в то же время умиленный рассказом святого, они показали ему собранные вещи, исповедали свой грех и просили прощения. Один ропотливый брат, ухуливший все, что совершалось в обители, и самого святого, имел такое видение во сне, будто бы он стоит посреди церкви с поющими. Внезапно приходит в нее святой отец и, взглянув на него, гневно сказал, «Этот хульник, возьмите его из церкви!» И тотчас два черных эфиоплянина схватили его, повлекли вон и при этом сильно били. Проснувшись, брат почувствовал сильный страх и со слезами на глазах поспешил к преподобному просить у него прощения. Был в его обители благочестивый старец по имени Константин. Заболевший, он скончался. В момент его кончины, ни для кого еще неизвестной, инок Иосиф приблизился к дверям кельи преподобного Пафнутия, почившего после утреннего словословия, и хотел совершить по монастырскому обычаю Иисусова молитву. Вдруг преподобный отворил оконце и, увидавший Иосифа, сказал, «Некто сотворил молитву и сказал, старец Константин отошел ко Господу, «Я же, проснувшись, открывши окно, никого не увидел, кроме тебя идущего». Иосиф заметил, «Я сейчас только вышел от Константина, он еще жив». Но святой повелел ученику и келью Константина. Придя туда, Иосиф действительно нашел его в представившемся. Преподобный Пафнутий имел дар прозорливости. Он узнавал по лицу инок, о какой страсти тот обуревается. Испомним он или нет положенные на день молитвенные правила. Узнавал даже тайные и давние грехи людей, которых в первый раз видел. Один новоначальный инок, сожительствовавший преподобному и еще не преодолевший в себе страстей, вышел по некоторой нужде из обители. На пути ему встретились миряне и в том числе женщины. В звену на них инок пристился любострасно женскими взорами и остановился на греховной мысли. Возвратившись в теле из святого, согрешивший нашел его за чтением. Посмотрел на своего членника, преподобный тотчас же нашел его смущенным нечистыми помыслами и, отвратив от него свое лицо, дал понять, что знает его прегрешение. Устрашившись такой прозорливости, брат сообщил о ней своему однокелейнику Иосифу. Тот велел ему исповедать грех преподобному и спросить прощения. Когда инок исполнил это, он получил прощение и отеческое наставление. Однажды, тоже во время чтения святым Божественного Писания, подошел к его келье человек, сотворил молитву и, посмотрев на святого через окон и спросил об его ученике Иосифе, к которому пришедший был земляком. Увидав совершенно незнакомого человека, святой старец сказал Иосифу, «Выйди, злой взором муж спрашивал тебя». Ученик вышел и, увидавши своего знакомого, спросил его, зачем он пришел. Тот отвечал, «Хочу быть монахом». Иосиф поведал о его желании святому игумену, но тот сказал, «Напитавши, отпусти этого человека, потому что он недобрый». Иосиф удивлен был таким ответом, однако не осмелился расспрашивать. Испомнив волю преподобного, он возвратился к нему в келью. Тогда сам святой сказал Иосифу, «Этот муж убийца». Еще будучи юношей, он ударил одного монаха ножом в живот и умертвил его, но это было давно и он забыл о своем грехе. Иосиф изумлен был этими словами, он никогда не слышал об этом грехе своего знакомого. Некоторый инок пришел в обитель преподобного, подвижник увидев его тихо, сказал своим ученикам, «Видите ли, что и ради иноческого чина не очистился от крови». Ученики удивились, но боялись спросить преподобного о значении этих слов. Впрочем, после сам царец объяснил их, «Этот инок, сказал святой, будучи мирянином, отравил в Новгороде князя, которому служил, мучимой совестью он принял монашество». Здесь, разумеется, князь Дмитрий Георгиевич Шемяков, отравленный в 1453 году в Великом Новгороде. Отраву дал князю его боярин и любимец Иоанн Котов. Бояриня супруга Алексея Габурина питала особенное уважение и веру к святому и часто посылала к нему своих детей с дарами, прося его молитвы и благословения. По дьявольскому действию она впала в болезнь и часто видела многих устрашающих ее демонов. Потом являлся ей какой-то сгорбленный малорослый старец с большой седой бородой с плохой одежде. Старец властно отгонял демонов и после того она становилась здоровою. Однажды больная услышала при этом голос, говоривший ей «Пафнутий, который в боровске отгоняет от тебя демонов». Так случилось с бояриней много раз. Прошло несколько времени. Она совершенно выздоровела и пожелала увидеть святого, чтобы узнать, действительно ли он являлся ей и отгонял бесов. Бояриня пришла со слугами к обители. Но так как монастырь для женщин был невходен, то остановившись у его ворот, она опасала слуг своих к ученикам блаженного с просьбой о том, как бы ей увидеть преподобного. Инокель, показав святого старца слугам, повелели им указать его госпоже своей во время его выхода с братьей в прапезу, так как приближалось обеденное время. Но бояриня, прежде всякого указания увидевшей преподобного, тотчас узнала в нем являвшегося ей старца и со слезами его запила «Воистину это тот, который своим явлением отгонял от меня демонов и даровал мне исцеление». Затем воздав благодарение Богу, причисто его матери и преподобному Пафнутию послала милостыню. У одного из учеников преподобного болел глаз. Больной сильно страдая усиленно искал лекаря. Святой ожидал ему своей тетки и приказал тысячу раз произносить молитву Иисусову. Но поднуждаемый сильными страданиями и больной едва исполнил половину приказанного числа. Произнося полтысячи раз молитву и заметив исцеление своего глаза, инак от радости с поспешностью пошел к преподобному, чтобы сообщить ему о своем выздоровлении. Но прозорливый старец опять повелел ученику возвратиться к себе для окончания заповеданного числа молитву. Благочестивые миряне поведали преподобному и сидевшим в его теле братьям об оставлении архимандритства тогдашним архимандритом подмосковного Симонова монастыря. При этой вести начался разговор о том, кто будет теперь Симоновским архимандритом. Один назвал такого-то, другой иного. Святой же взглянувший на своего очень юного новопосрижного ученика по имени Вастиана, родного брата преподобного Иосифа, своего будущего жизнеописателя, и указав на него с улыбкой сказал «Этот Симоновский архимандрит». В этих словах Святого обнаружилось его прозрение в более отдаленное будущее. Спустя много лет Вастиан действительно был архимандритом Симоновского монастыря. Раз преподобный выпросил одного князя половить рыбу три дня на одном месте аки, с тем, чтобы все пойманное пошло в пользу монастыря. Отправляя одного из служителей на эту ловиту, подвижник повелел дать ему пять гривен денег для покупки сосудов, чтобы в них посолить рыбу, пойманную в назначенный срок. Служитель не брал столько денег, не надеясь и одного малого сосуда наполнит рыбой. Преподобный же гневно посмотрел на него и велел делать, что ему приказано. Тогда постный пошел и в три дня поймал семьсот тридцать больших рыб. Столько не поймали рыбового князя его все лето. Предвидя чудесную ловитву, святой повелел купить так много сосудов. Один юноша, став иноком, подвергся искусительному действию дьявола. Исконный враг людей являлся ему в разных образах, кто в образе неизвестного зверя или черного пса. А иногда в то время, когда инок сидел в келье, подобно медведю, он ходил вокруг келья и ударял по ее стенам. Царес повелел иноку юному прочесть при нем псалтирь. Как только юноша исполнил приказание святого, бесовские мечтания совершенно исчезли, и он освободился от страшных призраков. Были прозорливцы и среди учеников преподобного Пафнутия, таков был слезоточивый инок Ефимий. Этот подвижник, испускавший слезы молитвенного умиления, не только в келье, но и в церкви, на всяком правиле, получил от Бога дар прозорливости, который проявлялся однажды таким образом, проявился. Два брата имели между собой любовь, не по Боге, а мирскую. И так как преподобный очень негодовал на них за это, то они помышляли уйти тайно из обители. Стоя во время литургии своим обычным слезным умилением, Ефимий взглянул на святого отца и поющих с ним, среди которых были эти два брата. И вот он видит, как выскочил из-за них Эфиоплянин с острым шлемом на голове. В руках своих без держал железный крюк. Зацепляя крюком за одежды грешных монахов, он вытаскивал их за клирос и, привлекая к себе, хотел схватить их своими руками. Но как только он приближал их к себе, железный крюк отскакивал. Это значило, что когда два грешника склонились на посеянный им врагом помысл уйти из обители и не покоряться отцу, враг легко привлекал их к себе. Но при их противлении этому помыслу бесовское орудие бывало бессильное и отскакивало. Смотря на это, прозорливец проникал духовными очами в то, что происходило в их душах. При чтении Евангелия во время Херувинской Эфиоплянин исчезал. По окончании их он снова появлялся. Когда же настало освящение святых даров и изрядная песня Пресвятой Богородицы? Тогда Эфиоплянин всю литургию простоял в трепете и вступлении прозорливый старец, а потом рассказал о своем видении преподобному Пахнутию. Преподобный призвал грешников и заповедовал им бороться с греховными помыслами и исторгать их из своих сердец. После наставления и увещания святого оба инока исправились. Святая жизнь преподобного Пахнутия, его благорастудительность и опытность во всяком деле в Божьем и Человеческом сделали то, что не только инокина и многие миряне выбирали его духовным отцом себе. К нему, как к искусному врачу, шли знатные и простолюдины, богатые и бедные, добродетельные и грешные, и все получали полезные советы и должные эпитемии. В приеме приходящих у святого не было никакого лицеприятия, не боясь сильных и не щадя гордых, подвижных был очень ласков со смиренными. Преподобный Иосиф Алакаламский пишет о своем учителе преподобном Пафнутии, что, когда нужно, он был милостив и снисходителен, но подчас бывал суров и гневен, если это требовалось. Духовные дети преподобного почитали его и боялись. Георгий Васильевич, князь Дмитровский, рассказывал, что, когда он шел наиспоть преподобного, у него подгибались колена. Зато духовные дети, выбрав преподобного отцом своим, не разрывали с ним общение и за гробом. Один раз задремав на пороге церкви перед заутренней, преподобный видел во сне, будто покрылись врата обители. Открылись и вошло множество народа со свечами, направлявшегося к церкви, а в середине был князь Георгий Васильевич. Придя к церкви, князь поклонился ей, потом духовному отцу. Преподобный спросил его, сын и князь, ты уже приставился? Да, честные отчи. Каково же тебе там ныне, спрашивает преподобный, твоими святыми молитвами Бог дал мне добро, особенно же потому, что когда я шел под Алексин на безбожных огорян, покаялся у тебя во всех грехах. В это время начали звонить заутренней, и преподобный пробудился. Преподобный был очень милостив и нищелюбив. Проповедуя милосердие словом, подвижник осуществлял эту добродетель на деле. В воровской стране случился сильный голод, и преподобный усердно питал в обители своей голодающих, приходящих из окрестных сел. Так собиралось ежедневно до тысячи человек, даже более, и милосердный подвижник истощил все запасы монастыря. На следующий год Господь послал умножение плодов земных. Преподобный Пафнутий дожил до глубокой старости, до 83 лет, из которых 63 года он провел в иноческих подвигах. Отрекшемуся от всех у тех земных, живущему лишь для Бога и для вечности, преподобному оставалось только освободиться от всего временного и перейти к тому вечному, уготованному волом для любящих его, чего ока не видела и уха не слышала и на сердце человеку не приходило. Господь старцу за целую седьминцу день его блаженной кончины и подвижник готовился встретить ее мирно и непостыдно. В эти дни пресвятом находился ученик его Иннокентий, который оставил описание последних дней жизни своего святого учителя. Это происходило весной 1477 года вскоре после праздника Святой Пасхи, бывшего в тот год, 6 апреля. В четверг третий день недели по Пасхе 24 апреля после утренни святой вышел с Иннокентием к пруду, который сам выкопал. Заметили они, что сквозь за пруду протекает вода. Преподобный учил Иннокентия, как пригородить путь в воде. Потом вернулся в обитель ввиду наступившего времени Святой Литургии. При уходе старца ученик просил его прийти на работу после обеденного часа. В ответ на это святой сказал, невозможно мне прийти, потому что я имею иное, более нужное и неотложное дело. После Литургии святой старец трапезовал с братьями, потом послал за Иннокентием и приказал ему идти к пруду. Иннокентий пошел в теле из святого и, увидавший своего наставника сидящего на одре, напомнил ему о работе. У меня есть другая нужда, которой ты не знаешь. Тущий соус разряжитесь охочет, ответил святый. Иннокентий был так смущен словами старца, что, выйдя с тремя братьями на работу, ничего не мог сделать. Вернувшись в монастырь, ученик нашел подвижника опять сидящим на одре. Старец приказал передать князю Михаилу Андреевичу, чтобы он не приходил в обитель, потому что приспело иное дело. В этот день святой не ходил в церковь ни на вечернее, ни на послевечернее правило, но велел Иннокентий совершить их в своей келье. Братья подошли к келье преподобного, чтобы узнать, почему он не явился на богослужение. Но подвижник никому не позволил войти к себе и просил всех собрать на следующее утро. Отпуская от себя ученика, подвижник сказал ему, «В такой же четверг я освобожусь от своей немощи». Всю ночь святой провел в молитве. Утром в пятницу 25 апреля братья монастыря приходили к преподобному прощать и получить его благословение. Инноком в монастыре было тогда 95 человек, и все до одного собрались к болящему подвижнику, даже немощные и слепые. Простившись с братьями, преподобный пошел к литургии, поддерживаемый своими учениками. Когда один из них уже немолодой, желая поддержать святого, взял его за ладонь, то преподобный с гневом выхватил руку и велел держать себя только за одежду. Вот каким осторожным хранителем бесстрастия был он. Даже в старости и болезни уже перед смертным исходом не дозволял прикасаться к своему телу. Старец ничего не вкушал в тот день, только попросил себе сыты, то есть воды с медом. Князь Михаил Андреевич прислал своего диакона узнать, что с преподобным и почему он не велел ему приходить к себе, но преподобный не принял посланного. Не принял он также грамоту и деньги присланного в монастырь из тверских пределов. Он был в тот день и у вечерни. От слабости больной едва держался и стоял, положив на посох руки, наклонив на них голову. Тем не менее он усердно подпевал братья и остался после вечерни на панихиду, несмотря на то, что братья хотели отвезти его в келью. «Это панихида мне нужна», сказал им преподобный, «я не услышу ее более». В субботу 26-го больной старец также был у святой литургии. По окончании ее Иннокентий приготовил для него немного пищи и просил вкусить ее, указав на субботний день и на то, что он не ел с четверга. Но святой отказался от пищи, сказав, «и я знаю это» и по божественным правилам подобает в субботу вкусить разрешение ради поста. Однако болящему следует три дня воздержать от пищи перед причащением божественных тайн. Такого был многолетний обычай святого старта поститься перед приобщением святых тайн и проводить в молчании целую седмицу. Вечером он исповедовался перед священными наиноком Исаией. Миряне продолжали докучать болящему подвижнику, который готовился к кончине и все мысли свои устремил к Богу. Князь Михаил снова прислал в монастырь на этот раз духовного отца своего, священника Иоанна, и просил у святого прощения и благословения себе и сыну своему Иоанну. Иннокентий передал просьбу князя. Помолчав немного, преподобный сказал, удивляюсь на князя, зачем присылается, благослови сына моего князя Иоанна. А князь Василий разве не сын его? Бог знает, сам на себя разделился. Как же может он обрести мир и благословение? Пояснение у князя Михаила Андреевича известные дети Василий по прозванию Удавой умер в 1495 году. Иоанн и дочь Анастасия, бывшая в замужестве за князем Иосифом Андреевичем Дорогобужским, в 1485 году поступившим на службу к великому князю Московскому. Затем прибавил «Нет у него ко мне никакого дела, хотя бы и князь он был». Эти слова были переданы княжескому духовнику, но тот все-таки хотел повидать старца и для этого пошел в церковь к вечерне. Пошел и подвижник, но он поспешно скрылся в алтаре и оставался там до тех пор, пока посол князя оставил монастырь. Отстоял преподобный всеночную, хотя поддерживаемый своими учениками. Потом сказал братьям, «Отсели уже, не услышу всеночного бдения». В молитву готовился преподобный к приобщению к великой святыне и лишь только начало святать повелел преподобному Иосифу прочесть правила как пресчищение. Приобщившись в животворящих христовых тайн во храме за божественной литургией в воскресенье 27 апреля, святой старец приведен был в келью. Опять заботливый инокентий приготовил ему немного пищи. Братья понуждали его подкрепиться и, чтобы не оскорбить их, преподобный немного вкусил, а затем отдал братьям, что было ему приготовлено. В тот день великий князь московский Иоанн Васильевич 1462 по 1505 неизвестно как узнавший о болезни преподобного Пафнутия прислал к нему посла с грамотой. Когда ученик подал подвижнику великокняжеское послание, он сказал «Возврати послание принесшему, пусть отдаст его пославшему. Теперь я уже ничем не связан с миром, не желаю чести и не имею страха перед сильными мира». Иннокентий заметил своему наставнику «Что касается тебя, ты сказал правду, но ради Бога сотвори полезное нам, не оскорбляй великого князя, не разгневай его». Старий же ответил «Истину говорю вам, не разгневайте единого, тогда ничего не успеет против вас гнев человеческий. Если же единого разгневаете Христа, никто помочь вам не сможет, а человек если разгневается, снова смягчится». Ученик не смел больше возражать наставнику и возвратил послу великокняжескую грамоту. Присылала посла и мать великого князя Марии Ярославны, которая была великой почитательницей добродетельного старца, а также супруга князя гречанка София Фоминична, которая прислала преподобному грамоту и золото. Старец ничего не взял и велел все вернуть назад, а ученику своему даже выговорил за то, что ему все докучают. Присылали в монастырь к болящему подвижнику многие бояре простые миряне, но об этом ему уже не докладывали. Видя святого старца в великой немощи, Иннокентий сказал ему «Сильно не можется тебе отец спохнуть ей». Старец ответил «Сам видишь, изнемогаю, но не чувствую болезни выше сил моих». Подвижник не вкушал больше пищи, прикажет тебе что-нибудь изготовить, но когда приносили, то похвалив, он отдавал все братья со словами «Кушайте, и я с вами». Наступила ночь. Подвижник сидел на одре своем и творил про себя молитву Иисусову. Утренние ему прочли в келье. С понедельника 28-го подвижник с помощью братья отстоял божественную литургию. После службы он ничего не вкушал, только выпил немного сыты. Иннокентий думал, почему эта старец не делает никаких распоряжений о монастыре, и Поборов в смущении спросил преподобного «Отец Пафнутий, прикажи при жизни своей написать завещание об устроении монастыря. Как жить после тебя, братья, и кому быть игуменом?» Помолчав немного, старец со слезами сказал «Братья, сами собой сохраняйте чин церковный и строй монастыря, не переменяйте сроков церковной молитвы, священников почитайте, как и я, и не лишайте их платы, чтобы не оскудела божественная служба, ибо от нее зависит успех во всем. Не затворяйте трапезы свои от странника, заботьтесь о милостыне, просящего не отпустите ни с чем, трудитесь в рукодельях, но удаляйтесь от мирских бесед, заботливо храните сердце свое от помыслов лукавых, после вечернего правила не сходите для беседы, пусть всякие безмолвствуют в своей келье. Церковная молитва никогда не отлучайтесь, разве по немощи? Исполняйте весь устав, правила церковные и все предписания церковные кротко, немятежно и молчаливо. Одним словом поступайте так, как я. Если не презрите моей заповеди, веру в Сидержителю Богу и непорочной Деве Богоматери, Господь не лишит это место всех благ своих, но знаю, пророчески прибавил преподобный, что по отшествии моем монастыре причистой будет мятежник. Он смутил мою душу, внесет мятеж в братья. Однако причистая царица усмирит мятеж и бурю, подаст тишину обители своей и живущие в ней братья. по предсказанию преподобного пафмутя вскоре после его кончина в монастыре пошли несогласия и пререкания и новый игумен преподобный Иосиф в 1477 году или 78 тайно оставил Боровскую обитель. Сказав это, старец умолк от изнеможения. Ночь его прошла в обычных молитвах. 29 во вторник преподобный безмолвствовал, потому что готовился к приобщению христовых тайн, праздник приполовении Святой Пятидесятницы, который в тот год приходился на 30 апреля. Старец пел псалмы, молебны, каноны и священные стихи. Так продолжалось целый день. Иннокентий и Келеник преподобного молча внимали этому необычайному пению. Не смей ничего сказать, ибо сподвижник заповедоваем ничем не развлекать его. Ночь провел болящий без сна в молитве. Почти все время стоя на ногах и присаживаясь только на короткое время. Только настал день, среда. Преподобный Иосиф прочел для святого правила к пресечению. Литургию отстоял в храме и приобщился к животворящих тайн христовых. Приняв по обычаю благословения от служащего Иерея, преподобный был изведен братьей в келью. Став в сенях в своей келье, с обеих сторон поддерживаемой учениками, преподобный посмотрел на образ причистой богородицы, а душевным оком обращаясь ко всей братьи, со вздохом и слезами сказал, «Господи свержителю, испытающие сердца и помышления, ты знаешь все. Если кто пожалеет о мне, воздай ему, Господи, старицу и всем веки, а в будущем дар и жизнь вечную. Если же кто порадуется о смерти моей, смерти грешного человека, не постави ему, Господи, этого во грех». Слышавшие это ужасались, и каждый обращался к суду своей совести, когда же взяли старца в теле, он с радостным лицом начал утешать братья, как будто бы хотел, чтобы они забыли только что сказанные слова. Вспомнив прежние слова святого, что болезнь его не тяжка, братья подумали, что ему становится легче, они понуждали его вкусить пищи, но старец не хотел, выпил немного святы, потом отдал ее братьям со словами, «Пейте чашу сию чадо, пейте, как мое последнее благословение, ибо я больше не буду от нее пить или вкушать». Много говорил он братья еще утешительных слов, потом возлег на адрес своем, на котором через день скончался. Иннокентий, служившему ему при болезни, преподобный завещал сосуд меда, а потом послал братья в трапезу, ибо настало время обеда. Иннокентий, не отходивший от своего больного учителя, быстро возвратился с трапезы и увидел его лежащим на одре, потом по молчам немного спросил преподобного, «Отец Пафнутий, ты не поправляешься, потому что целую неделю совершенно не вкушаешь пищи. Что молчишь, господин мой? Кому приказываешь монастырь свой, братье или великому князю? Почему не говоришь ты ничего?» И ты ответил, «Причистый». Затем немного помолчав сказал ему, «Брат Иннокентий, правду ли ты говоришь?» Заметив, что старец смущается, Иннокентий молчал, «Мне брат кто приказывал монастырь? Сама причистая царица изболила, она возлюбила это место прославления имени своего, воздвигла храм свой, собрала братья и меня нищего, много времени питала и покоила вместе с братьей, и теперь, когда я смертный человек смотрю в гроб и не могу помочь себе, сама царица небесная может устроить полезные своей обители, как она начала это. Ты знаешь сам, ни княжеской властью, ни богатством сильных, ни золотом, ни серебром воздвиглась эта обитель, но изволением Божиим и волею причистой его матери, на нее возлагаю всю надежду, своей милостью она покроет меня на мытарствах от насилия мрачных и лукавых духов, и в день праведного суда избавит вечной муки и предщет к избранным. Если же я получу благодать, то не примолчу молиться о ласке Господу. И сами вы будьте поэтому усердны, живите чисто, не только как, как жили при мне, но еще и лучше. Содевайте спасение со страхом и трепетом, чтобы ради ваших добрых дел я почивал мирно, чтобы вселились добрые пришедшие сюда после меня. Да обретете вы покой по кончине своей, пусть каждый пребывает в том звании, в котором призван. Не возвышайтесь паче меры, это не полезно вам, но и душевредно. Не возноситесь над немощными братьями, ни мыслью, ни делом, но долго терпите о них, как о членах своих. Ей чадо, спешите делать добро. Сказал это, святой вознеможение замолчал. Немного времени спустя пришел в монастырь послан от московского митрополита Геронтия 1473-1489 года. Пришли новые послы от великого князя и великих княгинь. Они настойчиво добивались свидания с преподобным и его беседы. Долго Иннокентий отказывался и отлагал говорить о них болящему старцу, но наконец довожил о посланных. Старец оскорбился на своего ученика и говорил ему, что все 60 лет своего иночества он постоянно обращался с князьями, боярами и другими мирянами. Теперь я понял, что нет никакой пользы от этого, а одно испытание для души. Своим милосердием, не хотя смерти грешника без покаяния, дал мне Господь шесть дней для покаяния, а ты мне не даешь покоя, наводишь на меня мирян. Уж теперь мне нельзя из кельи выйти, чтобы они не докучали мне. И на кеньке стало очень прискорбно и то, что он смутил старца, и то, что не получил разрешения для посланных. Выйдя из келья, передал им ответ преподобного и просил их оставить монастырь. Но выйдя из обители, посланные ночевали в близлежащем селе, чтобы наутро повидать подвижника. Следующую ночь, последнюю ночь своей жизни, святой старец провел без сна. В непрестанной молитве то пел псалмы, то читал молитву Иисусову. Наступил вечер первого мая, день кончины преподобного Пафнутия. Подвижник повелел отслужить литургию ранее обыкновенного. Сам он думал идти к ней, собирался спеша не понимая, что говорит старец. Иннокентий спросил его, о каком дне говорил он. О том дне, о котором говорил вам раньше, ответил святой. Ученик начал перечислять дни воскресенья, понедельник, вторник. Преподобный сказал, это день четверг, о котором говорил я вам и раньше. Братья были в недоумении. Повели старца в церковь, но не успел выйти из келии, как пришел преподобный Иосиф возвестил ему, что постный от знатных лиц миряне ожидает его, что сверхбывших вчера пришли новые, все они собрались и стоят на пути подвижников церковь. Тогда преподобный оскорбился тем, что они заградили ему путь в храм божий и не пошел из келии. Отпустивший братьев церковь, он сел в сенях и сказал, это все делает Иннокентий, он так распорядился. Иннокентий же не смело оправдываться. Он также пошел в церковь, старец остался с одним учеником в келии и запер двери, чтобы не пришел к нему кто-либо из посланных. По окончании литургии миряне поняли, что нельзя видеть святого и возвратились назад. Когда же пришли к нему опять ученики и в молчании окружили одар, то он говорил как бы о ком либо другом, пришел для него день говоришь отче, что умрет, спросил его Иннокентий. О том, о котором вы говорите, болит тот, покаявшись, хочет умереть, сказал он. Пришел час обеда и братья отправились в трапезу. Остался при больном один Иннокентий. Святой приказал ученику перевезти его на другую сторону келии, потому что там спокойнее. Приказал никого не впускать. Утомился, сказал он, и хочу отдохнуть до вечернего пения. Вечером же придут ко мне все братья. Тогда ученик понял, что приблизилось время его представления. Иннокентий спросил святого, отче, когда представишься, звать ли протопопа иных священников из города на твое погребение? Святой завещал никого не звать и довольствоваться монастырскими священниками, чтобы не собрался в обитель народ и не разнес вести о его смерти по городу и селам. Ученик спросил, где ты велишь ископать себе могилу? Он велел ее ископать у южной стороны церкви, близ церковных дверей. А гроба дубового не покупайте мне, сказал святой, на это шесть денег, на эти купите калачей и раздайте их нищим. Ученик замолчал, а старец молился о спасении своей души, полагая надеждой своей Пресвятую Богородицу. Ей он изверял и монастырь свой. Иннокентий разбудил келейника преподобного, заставил его сидеть при болящем старце, а сам вышел заснуть, так как ему не здоровилось. Лишь только он начал дремать, как услышал голоса многих певцов келей преподобного. Удивленный этим, Иннокентий вошел в кель и спрашивал келейника, кто из братьев был здесь. Никто, отвечал тот, после твоего ухода он начал петь блаженно непорочные в путь, ходящие в законе Господне, припевая за упокойной стихи. Окончив же псалом, он пел последующие стихи. Святых лик обрети источник жизни и прочее. Отходит старец к Богу, сказал Иннокентий келейнику. Ученики припали к ногам в цветовой в обызали их, затем на грудь к нему, прося прощения и благословения. Но старец уже не внимал словам их, а только молился ко Господу. Старю небесный, всесильный, молюсь о тебе, владыка мой, Иисусе Христе, милости будет в душе моей. Да неудержана будет она лукаванной, но да встретит ее ангелы твои, проводящие сквозь хитрости мрачных мытарств и направляющие ее к свету милосердия твоего. Знаю я, владыка, что без заступления твоего никто не может избыть козней духов лукавых. Дальнейшая речь умирающая была неясна и ученики ее не поняли. Вдруг он начал поворачиваться слева направо. Много раз ученики повертывали его на левую сторону, но он опять поворачивался направо, шепча непонятные слова. Отсюда они заключили, что умирающий подвижник видит нечто необычайное. Братья несколько раз подходили к келии преподобного, но два ученика, находившиеся при нем, говорили, что старец заснул. В то время, когда в обители шла вечерня, преподобный приготовился к смерти, сложил крестообразно руки на своей груди и тремя дуновениями предал свою святую душу в руки Господа. Преподобный Пафнутий скончался в четверток 1 мая 1477 года, за час до захода солнца, то есть около 7 часов вечера. Братья вышли из церкви и узнав о контине преподобного, горько оплакали его. Было уже поздно погребать подвижника, и чтобы исполнить его завещание о погребении безмерян, братья на другой же день, в пяток 2 мая в 5 часов до утра похоронили своего наставника. Скорь братья была так велика, что все рыдали и проливали слезы. Никто не мог ни петь, ни канонархать. Погребение совершал верный ученик преподобного Иннокентий. От слез мог проговорить чин погребения. И никто от мирских человек не был в то время не прикоснулся к адру его, никто не узрел, как полагали его во гроб. Так повествует Иннокентий. Как только погребение совершилось, о смерти подвижника узнали в Боровске, и весь город пришел в движение. Не только монахи и священники, но и наместники города и народ пошли в обитель преподобного. И хотя в городе скоро узнали, что тело святого уже в земле, народ непрерывно весь день приходил в монастырь, и со многой любовью все кланялись гробу почившего. Местное празднование преподобного Пафнутия началось с 1531 года. Митрополит Московский Даниил управлял русской церковью с 1522 по 1539 год. С собором епископов благословил петь канон и читать на богослужении житие празднование ему в собор. Собор же 1547 года постановил память преподобного Пафнутия праздновать общецерковно. Святые мощи преподобного посевают в главном монастырском храме в честь Рождества Пресвятые Богородицы в пределе посвященном его имени. Богу нашему слава во веки веков аминь. Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала. Продолжение следует...